Воскресный день Электросамокаты – это что-то среднее или добавляющее к автомобилю, так как его удобно положить в багажник, они легко складываются и на них можно передвигаться как использовать электроэнергию, так и не использовать. Используют как обыкновенный самокат. Но не был забыт и старый добрый велосипед. Многие отправились на велосипедную экскурсию по центру города, где интересующимся показали необычные уголки, куда уж точно не доберешься на машине, и познакомили с увлекательными фактами, а казалось бы, знакомых архитектурных сооружениях города. Я и сам обнаружил, что между различными городскими учреждениями намного проще передвигаться пешком. А если еще и такая замечательная погода, как сегодня, то прогулка точно пойдет на пользу. Надеюсь, мы доказали, что пешком в центре можно действительно успевать везде намного быстрее. Набралось немало желающих поучаствовать в ориентировании на общественном транспорте, где соревнующимся было предложено отметиться на 39 точках контроля, посетив почти все части города. Заодно день без автомобиля – отличный способ показать горожанам не на словах, а на деле, что по улицам можно не только ездить, но и гулять. Правда, Таллинн – одна из немногих столиц, где только пока в планах имеется создание главной пешеходной улицы в центре города, как раз на том месте, где и проходил праздник. Но идея может стать реальностью. Например, частью этого проекта также является реконструкция парка Тамсера, который станет частью будущей обширной зоны отдыха. Да и по мнению многих собравшихся, центр города без машин – это вполне реальная затея. Здесь люди гуляют с малышами, так, рассматривают. Красота такая. А машины мешают, только от них в сторону бегают. Я сам шофер. Я всегда уезжаю в центр и места у нас есть, конечно. Я катаюсь общественным транспортом. С удовольствием. Мне очень комфортно, у меня права есть, но они лежат в кошелечке в роли пассажира. Но день без транспорта замечательно. Когда действительно можно пойти по широкой дороге и спокойно погулять. Очень хорошо. Основное, кому мы там делаем это мероприятие – это дети, молодежь. И в пятницу утром ведь все дети в школе. Потом пятница – красивый день. После школы идут дети со своими родителями, идут на дачу, на грибы. Все равно куда. И у нас не было вопросов людей. Мы ведь очень молодых, скорее всего, молодых людей учить ехать, двигаться без автомашин, на велосипедах, на общественном транспорте, пешком. Вообще-то традиционно в Европе день без автомобиля отмечается по пятницам. Но у нас в столице в будние дни и так много перемен из-за ремонта и председательства Эстонии в ЕС. Так что все-таки решили провести его воскресенье. И прошедшее мероприятие к радости водителей не вызвало особых пробок. Зато стало прекрасным доказательством того, что центр города вполне реально разгрузить от автомобилей и предоставить больше места для отдыха горожан. Виолетта Ланман, Тейт Карг, Первый Балтийский канал.